23 ноября в Америке день отказа от покупок и черная пятница. Есть еще одна тенденция. Исследователи говорят, что люди покупают мусор. Что это значит? Вещи могут быть самыми дорогими, они могут быть высшего класса. Но через какое-то время становится для людей мусором. Они просто их выбрасывают. И мы сталкиваемся с таким неким противоречием, который просто входит в такой пик. С одной стороны, все призывают отказаться от покупок, устраивают демонстрации. А с другой стороны, мы знаем, что люди занимают очередь ночью. Но это время еще заполнить жизнь свою. Им ничего не надо, это понятно. Но если мы остановимся и не будем покупать, то как мы будем перекачивать деньги из бедных карманов в богатых? Как? Как мы будем толкать всю эту фальшивую экономику? Когда богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Есть некая такая, как будто скрывающаяся какая-то такая точка. Человек все равно что-то хочет, но он не понимает, что он как будто заполняет. Чтобы наполнить себя чем-то. Но это покупками уже не может. Но все проходит. Мы перешли такой барьер, предел, когда, ну все, покупки нам ничего не дают. Ничего. Есть что-либо, что мы можем как-то перевернуть, чтобы стремление было бесконечным и насыщение было тоже бесконечным? Нет, у нас остался только футбол. Ну, каббалисты знают секрет. Это сделано все для того, чтобы человек понял, что ему надо работать над своим желанием настоящим. И чтобы наполниться уже, когда им, получить настоящее наслаждение. Вечное, совершенное, неприходящее вообще. Такое, что заполняет все. А вы можете сказать человеку, который готовится к Черной Пятнице? Сказать, остановись, постой, посмотри. Вот это путь бесконечного... Нет, это воспитание. Тут надо работать много над человеком. Он не может вот так вот за одну секунду свернуть с той дорожки, по которой все идут. Должен поднять человека на уровень, когда он понимает, что он не насытится, что он не наполнится, что у него нет настоящего желания. Он должен осознать, что впереди, в общем-то, пустота, чернота. Не просто Черная Пятница, Черная Жизнь. И ничего в ней нет. У человечества не для чего будет существовать. Да, вот представь себе. То есть мы приходим к состоянию, когда у человечества может быть все, и ничего ему не надо. Так как к нему придет это желание? Вот тут-то Кабалаис может ему объяснить, что, милый мой, давай я тебя вытащу из этого состояния. Я тебе предлагаю новый мир. Новый мир. Впереди тебя есть покупка. Действительно. Так, но такая, что ты будешь наполняться бесконечным наслаждением, и одновременно с этим бесконечным наслаждением, бесконечным желанием к этому наслаждению. И ты будешь испытывать. Ну вот подносишь что-то ко рту, и ты этого хочешь. И чем ближе подносишь, тем больше хочешь. И вот когда ты начинаешь это вкушать, как я это хочу, и одновременно с этим наслаждение. То есть это наука получения, поэтому называется наука Кабала от слова «получать». Наука как получать, как наполняться на самом деле вечным, неприходящим наслаждением. Только надо прийти, учиться, освоить эту методику, и тогда все наслаждения мира перед вами. Субтитры создавал DimaTorzok